Новый дата-центр журналистов пустили в святая святых фейсбук. Как соцсеть экономит на кондиционерах? Арктика. Вот решение. Что такое фейсбук? Это трафик. Трафик, исходящий от миллиарда пользователей самой социальной сетью, от 900 миллионов юзеров программы для обмена сообщениями WhatsApp, еще есть 700 миллионов тех, кто использует Facebook Messenger и 400 миллионов аккаунтов в Instagram. И всех этих пользователей, всю их сетевую активность, само собой, надо обслуживать. Компания Марка Цукерберга на днях позволила журналистам заглянуть в новый дата-центр Facebook. Это огромное сооружение уже почти готово к запуску в эксплуатацию. Новый дата-центр Facebook находится вблизи полярного круга в Швеции, в местечке под названием Luleo. Площадь здания 30 тысяч квадратных метров. Здесь столько серверов, массивов данных и прочего сетевого оборудования, что в коридорах с ними можно заблудиться. Здесь десятки тысяч серверов. Но, конечно, Facebook всего не показывал. Даже в соцсетях есть то, на что ставят гриф «секретно». У этого центра рейтинг эффективности 1,07. Это, по сути, отношение того, сколько тратится энергии в этом дата-центре, к тому, сколько энергии уходит на охлаждение и его содержание. И такая цифра очень хороший показатель, ведь в промышленности, к примеру, средний коэффициент 1,9. Достигнуть таких показателей удалось благодаря двум преимуществам центра в Lulego. Во-первых, это местоположение. Рядом с полярным кругом почти всегда, мягко говоря, не жарко. Так что охлаждать оборудование можно просто обдувая его воздухом с улицы. Во-вторых, энергии для этого дата-центра Facebook удается получить без особых хлопот. Используется электричество, вырабатываемое газ. По данным Greenpeace, 90% энергии для дата-центров в мире получает от сжигания угля, что, по мнению западных защитников окружающей среды, весьма вредно. А гидроэлектростанции здесь, в Lulego, еще один повод для Facebook с гордостью заявить о том, как компания заботится об окружающей среде. Это однозначно будет проблемой в будущем, то, где брать энергию для дата-центров и прочего оборудования для связи. И важно, чтобы источники этой энергии были возобновляемыми. К слову, объем трафика в сети интернет за один час в 2013 году был равен трафику за целый день в году 2000-м. И количество пересылаемых человечеством данных будет только расти. Строительство второго дата-центра в Lulego было начато в 2014 году. Он будет готов к вводу в эксплуатацию в следующем. А это значит, Facebook сможет дать возможность опубликовать еще больше фотографий, еще больше постов и сделать еще больше лайков. В завершении выпуска видеопозитив и сети. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы рассказали о том, что дает жизнь самой большой социальной сети в мире. А завтра новый выпуск проекта ProNet и новая порция интересной информации из мира хай-тек. Подписывайтесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы не пропустить самое интересное. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова